Ну вот и все, с первой коробочкой мы уже разобрались. Я вам показала и поделилась всем, что я решила попробовать новенького в области красоты, ухода, здоровья и так далее. А эта коробочка, огромная, тяжелая, это продукты питания. Объясню немножко предисловия. Это дело рук моего супруга. В какой-то момент он говорит, подожди, а Найхерби, что-то еще кроме косметики твоей есть? Я говорю, да, есть, все есть, и продукты питания, и мощные средства, и все такое. И он говорит, пожалуйста, закажи мне там какие-то фастфуды, какую-то там азиатскую лапшу или что-то такое. В общем, он очень любит. Мы такого не едим, ну вообще как бы в ежедневном нашем рационе. Но иногда, очень редко, когда, например, я где-то не в стране, а он дома. Или когда я в этот вечер, например, на каком-то семинаре, тренинге, мастер-классе. Это случается очень редко, но все-таки случается. И он очень ждет эти моменты, когда мне нет дома, когда он ужинает сам. Потому что это те моменты, когда ему позволено есть вот такую вот типа как фастфуд лапшу. И он обычно это какие-то индийские супер острые, которые я даже, даже от их запаха в квартире мне просто тошнит. Поэтому он ждет момента, когда меня дома нету. Мы еще ни разу не заказывали ничего из этого с iHerb. В прошлый раз мы привезли из Таиланда какую-то супер крутую, супер острую лапшу. Он говорил, что вкуснее этого ничего нету. Потом мы покупали, не помню уже где, заказывали откуда-то. В общем, тоже эти все такие острые штучки. Сейчас решили попробовать с iHerb. И взяли просто разного на пробку. Мне дает какое-то состояние комфорта то, что это типа как фастфуд, но это очень здоровая альтернатива. Или, как сказать, самый здоровый вариант фастфуда. Здесь органический ингредиент, здесь все вегетарианское. Ну, в общем, и так далее. Все полезное и здоровое. Нудлз, вот это спайси, какой-то спайси еще один, не знаю, как они даже называются. Это черный лапша из черного риса. Это лапша веганская, gluten-free. Тоже той же самой марки. Вот это, наверное, одно из немногих продуктов, которые в этой коробке с питанием, которые мы заказываем вновь и вновь. Это клёновый сироп, Maple Syrup. У нас он вот заказывается вот такими вот бутылями, потому что мы его добавляем, ну, практически во все. Для детей, если там блины, то это с клёновым сиропом. Если это каша, то поверх она без сахара и она по желанию с клёновым сиропом и так далее. И еще какие-то нудлз уже в другой упаковке. Одни с чесноком, одни лемонграсс. Еще вот такие какие-то. В общем, мой муж решил просто оторваться. Это уже заказывала я. Это два вида ризотто. Мы очень любим ризотто. Я очень люблю его и готовить, и есть. И вся семья у нас его очень любит, поэтому я постоянно придумываю новые рецепты ризотто. А это какой-то вариант вот с iHerb. Один с пармезаном, другой с сыром Алфредо. Попробуем. Далее это Red Kino. Красное кино. Это очень полезная крупа. Я ее всегда заказываюсь. Особенно с тех пор, как мы вегетарианцы. Ну, какая-то интересная штучка. Это лапша из kelp. Kelp это один из видов водорослей. Он очень богатый йодом. И с добавлением зеленого чая. Это, по-моему, мои такие штучки. Все, что где вы видите спирлины, kelp, зеленый чай, шпинат. Это мои штучки. Это я заказывала, наверное. И это два вида... Нет, не два вида, а две упаковки. Mixed Sea Vegetables. Такой микс морских разных... Ну, они называют овощей, но это морские разные водоросли. Далее паста, фузили. Такие спиральки из киноа. Это на базе киноа сделаны макароны. Очень были такие разные вещи. Пасту из гречки или рисовую лапшу. Или вот такие разные штучки. Это опять же из моих... Я уже смотрю в коробку и вижу все, что такое spicy, острое, азиатское. Это мой муж. Все, что такое healthy, такое очень натуральное и здоровое. Это я. Так, это какой-то 100% без кофеина натуральный цикорий. Натуральный растворимый. Что мне было интересно, потому что цикорий обычно... Или он растворимый, но он не натуральный. Ну, в общем, не очень натуральный. Или он натуральный, но его надо заваривать. А это вариант такой растворимый, но максимально натуральный. Хотела попробовать. Так, еще одни noodles на базе kelpa. И разноцветное киноа уже на этот раз. Трехцветное белое, красное, темное. Кстати, девочки меня просили, я обязательно сниму мои самые любимые рецепты. Блюд на базе киноа и выставлю их на второй канал. Румянка лайф. Упаковка миндали. Это тоже моих рук дело. У нас всегда есть кеши, миндаль, грецкий орех и кокос дома. Сружка кокоса. Это просто всегда. Далее. Какой-то мизо суп. Это тоже я заказывала. Я любитель мизо супа. Это такой вариант фастфуда в здоровом его виде. Еще один вид мизо суп. И еще один вид спагетти на базе киноа. Органические спагетти. Еще что вам хотела показать, особенно актуально вегетарианцам или веганам, это вегетарианские бульоны. Почему так на этом хочу остановить свое внимание? Потому что с тех пор, как мы вегетарианцы, у меня проблема найти бульоны. Почему? Обычно мы вообще такие продукты не употребляем в своем рационе. Но иногда там какие-то интересные рецепты нахожу в интернете. И нужно именно использовать бульон. А так как куриный бульон, если честно, не хочется. А каких-то овощных бульонов очень-очень редко. Я как-то нашла один раз, два года назад. И с тех пор больше не находила. Поэтому вот решила попробовать. Он мало того, что овощной бульон, так он еще и натуральный. Еще одна интересная штучка, это тапиока флауэр, тапиока мука. Это типа как обычная мука, но она еще немножечко отличается от обычной. И она именно используется в Бразилии, когда они готовят эти маленькие такие пампушечки хлебные внутри творожные. Ну, в общем, мешается творог с тестом хлебным. И потом запекаются такие хлебчики маленькие, творожные. Я их очень люблю, часто мы их готовим с детьми. Но там мы их готовим на базе обычной муки, но все-таки они немножко отличаются. И потом я вычитала, что вообще-то по-настоящему там нужно использовать тапиока, эту муку. И тогда они получаются именно как настоящие бразильские. Поэтому я хотела попробовать. Еще два вида мизо-супа. Я себе, вот как вы видите, взяла самых разных. Опять же, потому что хочу себе найти какой-то, который мне нравится. Поэтому взяла разных марок, разных видов, чтобы попробовать и найти что-то свое. И, как обычно, самое интересное остается на конец. Это два чая без кофеина, натуральных. Это wild berries и achai, ягоды achai. Дикие ягоды, ягоды achai. И еще интереснее, это два чая детокс. Это traditional medical everyday detox чай в пакетиках. И от марки йоги skin detox чай. Тоже в пакетиках, по-моему, да. Это никогда не помешает сделать себе курс детокса для того, чтобы очистить, в общем, вывести все излишки токсинов и почувствовать себя здоровее, легче и, ну, как-то бодрее, так сказать. Да, поэтому взяла два на пробу. И самое сладкое осталось на конец. Это органические спиральки, такие червячки. Ну, кто имеет детей, тот меня поймет. Они всегда любят такие штучки, но это именно органические, из натуральных соков. Здесь нет никаких красителей, ничего такого. В общем, очень полезные, интересные конфетки или на подарок, или для своих детей. А это органический шоколад, который я очень люблю. Один у меня помялся в упаковке, но я всегда заказываю. Это в Иване темный шоколад с лимоном, темный шоколад 85% какао и темный шоколад с апельсином. Три разных вида. Я люблю эту марку в Иване, всегда от них заказываю. Каждый раз, когда заказываю Сейхерб, я пару шоколадочек туда добавляю. Думаю, если все-таки позволять себе шоколад, то лучше всего темный и лучше всего органический, конечно. Здесь 5 коробок просто неимоверной вкуснятины, и оказывается, это еще и полезно. Мне мой тренер по фитнесу рекомендовал иногда носить с собой такие протеиновые батончики, тем более, что я не ем мясо, поэтому для меня протеин это особо важная тема. Вообще, а когда тренируешься, то тем более. И я зашла, конечно же, на Айхерб, как обычно, и решила найти что-то более-менее полезное, да, из протеиновой темы. И нашла, девочки, не поверите, там на Айхерб этих протеиновых батончиков, как просто, как десерты в шоколаднице, знаете. И они настолько все вкусные. Я просто, когда зашла, и у меня глаза разбегаются, я не знала, что заказать, поэтому свидетельство тому, это здесь 5 разных коробок. А когда я попробовала несколько из них, то я просто, честно, удивилась. Это шоколадная овсянка. Это шоколадные, не знаю, как их называть, чипс. Чокола чип. Такие, как шоколадные шарики и с гранолой. Это протеиновые батончики, как брауни. Реально у них вкус... Ну, вот ты берешь кусок брауни, оказывается, это еще и полезно, и низкокалорийно, и много протеина. В общем, я до сих пор в шоке пребываю. Я не знаю, как это возможно, потому что обычно то, что вкус, оно не полезное, наоборот. И похоже на это, только с белым шоколадом. Это с темным шоколадом, это с белым шоколадом. И последний, это чоколад брауни. Я попробовала вчера один. Девочки, что вам сказать? Я съела одну треть, и мне такое ощущение было, что я съела полторта. Вот по своему наслаждению, по вкусовым ощущениям, по текстуре, по всему. В общем, я думаю, что спокойно можно себе отказать во всех десертах, и иногда вот иметь с собой что-то такое в сумочке. Вот и все, коробка уже пуста. Это мои покупки из категории питания. Многое из этого я первый раз заказываю, поэтому мало что еще могу вам об этом рассказать. Но я это все буду пробовать, тестировать, и, конечно же, как обычно, вы о всех моих выводах узнаете первыми. До скорой встречи, пока!